Телевизионный шантаж, это всё телевизионный шантаж. Расскажите о своих отношениях, иначе мы сами расскажем. Нет, о прошлом, о прошлом. Вы смотрели, уверен, интервью Киркору из психиатрической клиники. Вам было, как женщине, неприятно, что вот... Что? Что слёзы льются из его глаз, и он говорит о любви к вам. Ты сошёл с ума вообще. Ну как это, ну, Филя, я его знаю с детства, это, можно сказать, родной человек. Но он всё равно остался, так сказать, ну, как бы человеком родным, потому что, ну, знаю, сколько лет, ну, с детства, что ты хочешь. Как ты думаешь, я буду смотреть это равнодушно? Ну, конечно, нет. А я не хочу её из сердца, из души. Я не знаю, что это, какие это отношения, и вообще, что это было во всей моей жизни, но это было, и остаётся единственным, что действительно является самым настоящим в моей жизни. Получилось, не получилось, и как это, и что, и в какие отношения выросли наши отношения, то ли я ей брат, сын, или кто ещё, я не знаю, но это есть и будет всегда, и любовь это или не любовь, но это есть, и благодаря этому я, может быть, сегодня в этой ситуации выжил. Он выжил из-за этого кошмара. Она женщина, она меня любила, я просто не оправдал надежды. Я оказался не тем, которым она могла быть счастлива, я ей счастье обещал. Сейчас я вижу, она счастлива, и я счастлив за неё. Вы сразу не поверили в то, что это всё сфабриковано, и что вся эта история слишком надумана с тем, что он... Нет, ну фильм может сорваться, и это я знаю. Другое дело, что... Извините, что я спрошу, на вас он когда-нибудь поднимал руку? На меня? О-хо-хо-хо, боже упаси, ну это я думаю, что он не совсем дурак тоже, что что тут на меня. Но если ты всё простишь, он пришёл у него два раза в год, может быть мы что-то и не видели, что происходит за закрытыми дверьми. Ну, был у него какой-то момент, помню, что-то такое тоже, он что-то открыл рот, и что-то у него были какие-то там сподвижки, но и сразу глянуло, он успокоился. И он может взорваться, это правда. А кто из нас не может? При такой сумасшедшей профессии, которая только издалека кажется лёгкой, которая требует такой концентрации, которая требует такой жертвенности, которая заставляет тебя всё время, в общем-то, быть хорошим на публике, на публике где-то должен быть, ну а душно какая-то. Конечно, это, конечно, это, как правило, близкие, на которых срывается. А на сцене это я сама неоднократно требовала от тех, кто делает что-то такое, помощники, режиссёры, чтобы они с полной отдачей работали, так же, как и артисты. Боже, ты мой Бог. Ну, а если хамят тебе на сцене, кто как на это реагирует? Филимон-то, конечно, сорвётся, да ещё при ком-то. Ну, я просто знаю, что это такой перебор был, конечно, в рассказе этой девочки. Было понятно. А это правда, что ваша мама, Старство и Небесное, очень любила Киркорова, и она очень хотела, чтобы он стал вашим. Ну, что, день сегодня ангела Киркорова, что ли? Я что-то не могу понять. Почему ты должна говорить о Киркорове? Нет, это ваш... Какой штатик вообще? Это ваш день. Когда ты в зале, я чуть-чуть робею, Зачем я, ну, зачем мне соловей? И так пою, что лучше не умею, Чтоб быть достойным гордости твоей. Я петь и любить обещаю, И ты в моей песне живи. Я только тебе посвящаю, Все песни мои о любви. Я петь и любить обещаю, И ты в моей песне живи. Я только тебе посвящаю, Все песни мои о любви. Когда ты в зале, я чуть-чуть робею, И никого не вижу, только ты. А глаз твоих становятся светлее, Среди почти вселенской черноты. Я петь и любить обещаю, И ты в моей песне живи. Я только тебе посвящаю, Все песни мои о любви.